Красота, как известно, требует жертв. Это избитая догма, однако за ней стоят тысячи реальных жертв и искалеченных судеб. Одна из таких потерпевших буквально заклинает всех сто раз подумать, прежде чем решиться на как оказалось ужасный по своим последствиям эксперимент над собой. Увы, но статистика случаев по оказанию некачественных, например, косметологических услуг, довольно печальная. В следующем сюжете мы расскажем историю улыбки мечты известного тверского фотографа, которая обернулась настоящей драмой. В причинах разбирался наш корреспондент. Юлия известный тверской фотограф. Каждый ее день расписан по часам. Персональные съемки и обучение будущих специалистов. А еще Юлия многодетная мама. У нее четыре ребенка. Ее можно было бы вполне назвать самореализованным человеком, но для полноценного счастья, как казалось самой Юли, ей не хватало одного – идеальной улыбки. Хотя у нее и были вполне здоровые и красивые зубы, но молодую женщину не устраивал оттенок. Она обратилась к врачу и специалист предложил установить виниры. И вот, казалось бы, ее мечта осуществилась. Теперь у нее белоснежная голливудская улыбка. Но на самом деле это далеко не так. 23 июля 2023 года мне устанавливают керамические виниры. Моя жизнь превратилась в ад. Я больше не могу. Чувствительность эмали была просто невозможная. Я не могла пить ни горячее, ни холодное. Это продолжалось полгода. У меня постоянно были механические пульпиты. Я просыпалась утром с зубной болью. Засыпала с зубной болью. За счет того, что сместился мой прикус, он изменился, у меня ушел сустав. Приходилось спать соской во рту, потому что нужно было снять напряжение сустава. В погоне за совершенством люди часто забывают, а порой и не знают о подводных камнях, обнаруживающихся после той или иной процедуры. Так случилось и у Юлии. Такой апгрейд улыбки сыграл с нею злую шутку. О побочных эффектах пациенты зачастую не знают, а некоторые врачи о них почему-то умалчивают. Согласно исследованиям, 15-17% пациентов могут испытывать осложнения с зубами в первые три года после установки виниров. Очень важен сам процесс подготовки к установке этой конструкции. Ведь в противном случае можно получить целый рой проблем, в том числе связанных с височно-нижнечелюстным суставом. Рассказывает врач-стоматолог с 20-летним стажем, у которого мы взяли комментарий с рекомендациями о том, как не попасть в такую ситуацию. Для того, чтобы сделать правильное, красивое смыкание передних зубов, мы не должны забывать о смыкании боковых зубов. Достаточно часто мы привлекаем еще одного врача при подготовке к постановке виниров. Этот врач называется ортодонт. И действительно, иногда нужно прям длительное ортодонтическое лечение. А вследствие пациент может испытывать дискомфорт при жевании, а также хруста и щелканье челюсти, сложности при открывании полости рта. Со всеми этими невзгодами столкнулась и Юлия. Да еще и обратившись к своему врачу, с консультацией после проведенных манипуляций получила обескураживающие рекомендации. Он говорил о том, что мне нужно лечить голову, заниматься психосоматикой и что у меня все проблемы в голове. Вот мне отвечал мой врач. Юля уже сто раз пожалела, что когда-то решила, как ей казалось, усовершенствовать то, чем ее и так полноценно одарила природа. Она надеется, что ее история хотя бы станет уроком для других. Ведь в последние годы все чаще девушки и женщины обращаются к специалистам в разных сферах, чтобы изменить свою внешность в лучшую сторону. По мнению психолога Елена Шеметкова, этот процесс изменения, улучшение своей внешности, может способствовать более активному социальному взаимодействию и уменьшению чувства изоляции. Женщины начинают чувствовать себя более уверенной, а многие исполняют давнюю мечту. Сегодня мы наблюдаем тот тренд, когда женщины не просто украшают себя, они пытаются изменить себя. В целом это неплохо, учитывая, что в этом есть возможности. Но учитывая то, что внешний футляр становится более важен для женщин, чем внутренний, и перекос идет в эту сторону, то, безусловно, конечно, в этом есть все свои сложности. На этом построен весь маркетинговый ход. Женщина всегда не удовлетворена, и это подчеркивается. Специалисты в области стоматологии советуют взвешенно относиться к идее в установке виниров. Конечно, тщательно выбирать клиники специалистов, которые работают в этой сфере. А главное помнить, как гласит известная русская поговорка, красота не от моды, а от природы.